Использование транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста для контрабанды, является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием республики, гуманитарной организации. В связи с фактами контрабанды было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики. А переход через погранично-пропускной пункт Лачин временно приостановлен из-за проведения необходимых следственных мероприятий. Все эти годы Комитет Красного Креста позиционировал себя как гуманитарная организация, прозрачно осуществляющая свою деятельность. Но так ли это на самом деле? Последние события заставляют усомниться в благих намерениях Красного Креста. Международный Красный Крест был выше любой политической схватки, выше любых политических страстей. К сожалению, мы должны констатировать, что Международный Комитет Красного Креста уничтожает свою репутацию объективного, беспристрастного посредника, который способен работать на благо людей, несмотря на их национальную, религиозную, этническую, политическую принадлежность. Если окажется правдой, что Международный Комитет Красного Креста причастен к нарушению государственной границы Азербайджана через попытку провоза контрабанды, то авторитет Красного Креста будет очень сильно нарушен. У этой организации прекрасная репутация, но выявленные факты идут в разрез с тем, как пытается позиционировать себя структура. Эта новость еще раз заставляет задуматься, насколько Армения в серьезном стремлении достичь мира с Азербайджаном, так как это произошло на глазах армянских властей. Азербайджан обладает полным правом временно закрыт пропускной пункт. Я надеюсь, когда он вновь откроется, армянское население и армянские власти осознают, что Азербайджан серьезен в вопросе проверки каждого транспортного средства. Вне зависимости от того, носит оно гуманитарный характер или нет. Такие провокационные шаги не должны происходить. Даже во время Второй Карабахской войны гуманитарная организация занимала однобокую позицию и действовала лишь в интересах Армении. Вызывает недоумение и тот факт, что офис Красного Креста, находящийся в Азербайджане, подчиняется не бакинской, а ереванской миссии. Так какой в этом случае смысл функционирования офиса гуманитарной организации в Баку? И не настало ли время поставить вопрос о его закрытии? Это не первый раз, когда Красный Крест, чиновники, работники Красного Креста причастны к противоправной деятельности. Можно вспомнить случай отказа предоставления информации о задержанных военнослужащих Азербайджана. Если Международный Комитет Красного Креста вместо того, чтобы помогать людям, встает на сторону одной из конфликтующих сторон, значит он уничтожает свой авторитет и фактически уничтожает свой функционал. В дальнейшем, если будут такие ситуации, Красный Крест, скорее всего, на Красный Крест будут смотреть с опасностью, а не с надеждой. Для получения комментариев в связи с попыткой провоза контрабанды через погранпереход Лачин на автомобилях Международного комитета Красного Креста, редакция телеканала CBC направила запрос в азербайджанское представительство гуманитарной организации. Структура пока никак не отреагировала на запрос. Впрочем, уже сейчас с большей долей вероятности можно предположить, что гуманитарная организация либо ограничится дежурными заявлениями, либо вовсе проигнорирует обращения, как это уже неоднократно происходило ранее. Субтитры создавал DimaTorzok